Золотое будущее страны. Магнитогорские выпускники, окончившие школу на отлично, получили заслуженные награды. Торжественное честование отличников учебы по традиции состоялось во Дворце культуры имени Сергородженькидзе. Они привыкли все всегда делать на отлично. Во Дворце имени Сергородженькидзе собрались лучшие из лучших золотые выпускники Магнитогорских школ, медалисты 2019. К этому результату многие шли долгих 11 лет. Алина Красильникова была отличницей с первого класса. Признается, сегодня у нее смешанные чувства. Это и радость от того, что цель достигнута и, конечно, легкая грусть. Беззаботные школьные годы остались позади. Конечно, волнуемся. В то же время очень приятно, что мы все-таки смогли пройти этот сложный школьный путь, что мы все-таки сможем получить долгожданную золотую медаль и красный аттестат. Алина собирается поступать в Магнитогорский государственный технический университет на специальности информационная безопасность. Кстати, эта профессия, как выяснилось, сейчас в топе среди золотых выпускников. Ученик многопрофильного лицея при МГТУ Данил Шупов и его друг, выпускник пятой школы Кирилл Платонов, собираются идти в том же направлении. Правда, планируют уехать из родного города. Я думаю, Питер, Москва, топовые вузы, Вауманка, СПБГУ. На данный момент я планирую поступать в военно-космическую академию имени Можайского в Петербурге. Но если получится, я останусь там. Будущая профессия, скорее всего, будет информационная безопасность, то есть также программирование. Но если не получится, буду рассматривать топовые вузы государственные, скажем так. Но если дети уверены в себе и спокойны, то родители, конечно, очень переживают. Мама Александра Нагино и сегодня не может сдержать слез. Так быстро выросла ее принцесса. Эмоции, конечно, переполняет. Это трогательно очень. И на самом деле, она большая труженица, дочка у меня. Я за нее счастлива, гордая, очень люблю. После селфи и поздравлений в пае выпускники переходят к торжественной части мероприятия. В этом году заслуженные награды и красные аттестаты получают 141 выпускников. Это отличный результат, подчеркнули со сцены. Поздравив с успешным окончанием учебы, ребят пришли первые лица города. Я уверен, что вот конкретно вы, пройдя исправившись с первым основным жизненным рубежом, наверное, вот у вас есть уже внутренний какой-то стержень, та внутренняя установка, которая вам позволит и дальше по жизни двигаться в атаку. С неким отличием от многих, оно вот там у вас внутри, оно вас и выделяет среди всех. Мне бы хотелось вам пожелать, чтобы вы, конечно, не останавливались на достигнутом. Еще раз я вас поздравляю, еще раз вам счастья, еще раз вам удачи. Спасибо большое, Евгений Николаевич, за теплые слова. Пусть принаши медали с нами. После теплых слов поздравлений самое волнительное – вручение. Первые в своей жизни государственные награды ребята получили под зрительские овации, а вместе с медалями и уверенность в завтрашнем дне. Ведь золотые медали – это своего рода знак качества. Для этих ребят открыты двери лучших вузов страны. Евгения Солхудинова, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.